Организации и общественные деятели, которые непосредственно общались с беженцами, побывали в горячих точках, сегодня доказывали, что, помогая другим, мы очищаемся сами. А нагнетающие страх противники помощи беженцам порой не могут даже объяснить, имеются ли для страха реальные основания или же они надуманные. Сторонники ограниченной миграции заявляют, что, по сути, у эмиграции в Маленькую Эстонию есть два основных аспекта. Во-первых, экономический. У нас есть выбор между закрытостью и бедностью или открытостью и лучшей долей. Рост волового национального продукта и увеличение зарплат немыслимы в стране с уменьшающимся народонаселением. А миграция, вопреки опасениям, создаст новые рабочие места в порядке общего оживления экономики и тем самым увеличатся доходы всех нас. А во-вторых, рано или поздно в Эстонию все равно приедут чужаки, наше население стареет, и замкнутость лишь усугубляет ситуацию. Так что лучше это сделать как можно раньше и под контролем. Тем более, что ЕС сегодня обнародовал свой план помощи беженцам. Уже наша система и наш принимать беженцев, наш центр, где сейчас живут беженцы, он уже там для места для 35 человек. А вот там уже живет больше 60 человек. И поэтому для того, чтобы помочь еще, скажем, людям, для нас уже мы должны делать дополнительные инвестиции для того, чтобы куда этих людей размещать. Также нести переговоры с местными самоуправлениями, куда кто согласен принимать беженцев. Также определить им, кто приезжает с детьми, чтобы их определить в школу и также найти для них работу. Консервативная народная партия Эстонии твердо выступает против распределения беженцев между странами-членами Европейского Союза. По мнению консерваторов, Брюссель пытается использовать кризис с беженцами в Средиземноморье для того, чтобы централизовать власть. И не имеет ни малейшего значения, какие цифры могут стоять за квотами. Это очень четкий вопрос суверенитета. Члены ЭКРЭ говорят о том, что среди стран ЕС в Эстонии и без того самый высокий процент жителей – из числа людей нездешнего происхождения. В то же время Эйро Янсен, побывавший на Украине и знающий о проблемах мирного населения, оказавшихся в зоне боевых действий, говорит о том, что у каждого есть право просить убежища и защиты в случае, если в его стране идет война. Эстония уже много лет проводит так называемую консервативную политику в области беженцев, не отдавая себе отчет в том, что от этого страдают люди, которым пришлось и так уже много пережить. Они нуждаются в нашей защите. Мне кажется, что пугает прием беженцев тех, кто ничего не знает об этих людях. Я могу с уверенностью сказать, что они готовы работать, учиться, изучать язык и, конечно, считаться со своим статусом. А нагнетать страхи очень легко. Общественные деятели считают, что противники политических и экономических беженцев считают себя спасителями народа, когда на деле таковыми не являются. А наша достаточно склонная к сенофобии общества воспринимает на ура рассказы о том, что новоявленные переселенцы отберут рабочие места у местного населения. В конце мая Европейская комиссия представит новый план действий операции «Тритон». А в принятой сегодня поправке к бюджету ЕС на эти цели выделено всего 89 миллионов евро, в том числе 57 миллионов – Фонду убежищ, миграции и интеграции, а 5 миллионов – Фонду внутренней безопасности для оказания поддержки пограничных стран ЕС. Составленный план действий подтверждает, что ЕС готов оказать помощь людям, бегущим от войны, преследований и бедности. По предварительной оценке, наша страна должна будет принять более 300 человек.